пишет отлично ребят я вы знаете какую тему сегодня хотела затронуть мне ее задали ребята в закрытом клубе но я думаю что можно ее кондер все же слышно но в доме тоже будет слышно там по-другому не будет тише у меня пока не будет у меня в доме вентилятор поэтому с как он с увлажнителем он тоже шумит а если выключать то очень жарко поэтому ну давайте я буду как-то погромче говорить постараюсь погромче говорить и вы будете вроде бы микрофон у меня здесь но слимик раз через микрофон еще плохо слышно то тогда нужно переносить эфиры на зиму по-другому я никак не приспособлюсь я понимаю что слышно но я же блин не в вакууме живу так тема взаимоотношения с детьми как приучать к ответственности и инициативности без давления и контроля чем мягче становлюсь я тем они больше вы впадают в безделие и лень так ну давайте во первых начнем что приучать к ответственности и инициативности во первых вы к инициативности без без давления и контроля вы вообще о чем говорите вы сами хотите контролировать своих детей чтобы они делали ответственность такую какую хотите вы вы хотите их приучить к ответственности кто которую вы понимаете через призму своего восприятия это первый момент без давления и контроля вы их контролируйте чтобы они были подконтрольные вами чтобы они делали те вещи которые нужны вам якобы без давления вы не хотите их из-под палки но вам нужно чтобы они делали вот так потому что может быть вы считаете что это правильно потому что это в вашем мировосприятии это может быть по честному вашим каком-то мира проживания себя вам это важно то есть вы вы не принимаете своего ребенка не принимаете вы хотите чтобы он был таким как вам удобно чтобы вам было за него не стыдно чтобы вам было с ним легко чтобы он пошел на такую работу с которой вы можете сказать уху слава богу все я спокойно он у меня пристроен вам же нужно для своей галочки куда-то пристроить ребенка вам нужно для своей галочки сделать так чтобы ребенок делал определенные вещи которые удобны вам потому что они для вас понятны вы пытаетесь ребенка засунуть туда где понятно вам как он будет взаимодействовать не как ему будет комфортно вы вообще о нем не думаете вам вообще срать на это вам самое главное чтобы вам было хорошо и комфортно потому что вам так будет удобно и перед социумом не нужно будет оправдываться какая вы нехорошая мама никакой вы нехороший папа какой вы нехороший родитель я сама столкнулась с тем что один из родителей сказала что вот нужно чтобы ребенок занимался вот этим потому что это будущее в его понимании а то что там бренчать на гитаре это ерунда это нужен либо талант либо зачем это нужно а если ребенку это интересно блин так свет падает я как это вы выглаживать я как куколь на мне не нравится как его убрать обратно в себя обратно в себя вот вроде вы сами не принимаете своего ребенка неудобным вам неудобно что он лежит вам неудобно что он делает не те вещи вам неудобно что он такой какой он сейчас вам это неудобно а почему вам это неудобно потому что вы собой не заняты вы не знаете кто вы вы не вы не можете себе уделить время потому что кому уделять время вы себя не видите вы себя не знаете и и вы перекидываете все свое время на ребенка на контроль на чтобы он что-то делал еще что-то но если вы собой займетесь собой у вас не будет время контролировать кого-то другого а а если вы мало того что займетесь с собой будете от этого кайфовать то окружающие вас люди в том числе и дети захотят жить той жизни захотят кайфовать так же как и вы и они будут понимать чтобы кайфовать так же как и вы им нужно делать примерно такие же действия что делаете вы вот и все это же ваше поле ребенок это ваше поле ну вот и давайте я далеко не будем хоть два типа про меня я практически каждый день бегаю у меня дети не бегают и я позволяю им пройти свой опыт но сегодня у меня ребенок говорит мам что-то говорит я тут это обленился так совсем давай мы с тобой еще в спортзал начнем ходить мне одному лень ни на что другое как бы я пока не хочу вот спортзал я с удовольствием но гру давай то есть он понимает что для него сиденье и просто купание в море или что-то делание для него становится мало для него становится мало почему потому что он не может выдержать мою энергию потому что я постоянно как белка в колесе я туда сходила там позанималась там позанималась туда 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 и его начинает это вот энергетика раздавливать и когда вот это вот давление энергии другого человека идет то тот человек который находится в под давлением ему нужно укреплять неосознанно укреплять свое поле и и он идет а в такие же действия который он получает от другого поля понимаете как это работает и тогда он неосознанно идет это как мы говорим берет пример с того-то это не совсем пример это если ты одну руку давить что 2 также делает то есть одну одна рука давит 2 делать то же самое чтобы оставаться в балансе и и здесь то же самое если энергия спорта начинает давить то этот человек он пытается через спорт принять баланс если этот человек пьет то этот старается через такую же выпивку давить это редко бывает очень редко компенсаторное поведение когда он компенсирует что-то чем-то другим тогда он схватывает заглаты тогда не баланс а заглатывание идет это про другое про другие взаимоотношения энергетических полей чем мягче становлюсь я тем они больше впадают в безделье и лень а что значит мягче мягче это то есть я им разрешаю что-то делать но посмотрите-ка звезда какая я им разреша не надо никому ничего не разрешать не не разрешать нужно просто заняться собой и через энергию своего поля ты будешь выправлять свой мир выправлять свой мир не в чужой залазить а свой будешь выправлять это про другое и когда ты выправляешь свой ты кайфуешь от этого и окружающие захотят жить в таком же кайфе как я уже это и сказала смотрю есть ли вопросы о сколько так ребят подождите так слышно хорошо норм всем привет из крыма привет нормально кондер не особо мешает хорошо слышно четко здорово добрый вечер кондер слышно но он не мешает твой голос слышно четко и хорошо отлично так нормально слышно отличности слышно ответственность вообще не радость заменить света привет ответственность вообще на радость заменить ну смотри артем ответственность заменить на радость это опять про то что мы не хотим что-то чтобы у нас в жизни в нашей что-то растворилось как ненужный элемент мы все время ищем замену когда мы ищем замену у нас так и остается смотрите когда у нас в 50 квадратах все наверное помнят у многих наверное в городах были такие хрущевки 50 квадратов трех либо четырех комнатной квартиры я помню четырехкомнатная квартира у нас было четырехкомнатная квартира ребят общей площади 54 квадрата 54 понимаете какие там были комнатушки маленькие и когда вы переселяете как бы вот но этот ребенок вырос переним перевезли перри я его в другую комнату от перемены мест что вы заполняете вот эти вот клетушки ничего не меняется только ломая стены вы можете создать объем то есть если вы как ну например там сладкая до сладкий например конфеты заменяете сладкими фруктами одна и та же херня это как крепкие сигареты заменить слабыми сигаретами одна и та же ерунда вообще полнейшая шляпа ребят пока вы не осознаете что делает сахар вашем организме что он повышает какую гормональную структуру он выбрасывает для чего что вы из этого испытываете и когда вы эту всю цепочку отслеживаете когда вы ее понимаете воспринимаете ощущаете тогда вы начинаете думать а как я могу это убрать мне это надо я могу без этого я действительно мне нужен вот этот костыль либо я могу без этого костыляйте дальше и когда вы доходите что вы можете без этого костыляйте дальше что вам не важно это вкус вкусовая цепочка сладостных мероприятий вашем теле вот тогда вы становитесь на ступеньку выше а когда вы заменяете вы остаетесь там же ответственность заменяете на радость так вы там и остались что вы заменили ну что за заменитель это не про это это я так вижу вы можете со мной не согласиться вы очень красиво спасибо а как быть не возражать чтобы сидел сутками с телефоном или у телевизора и ел безмерно химическую еду как друзья пока всем этим насытятся и сам захочет перемен нет ребят своим примером смотрите у меня например старший сын он вообще у него даже профессия он пошел поступил в колледж графический дизайн по моему что такое он игры пишет они с другом пишут игры то есть один коды или коды как они правильно не знаю вот а второй вот эту вот графику все рисует и они в тендеме пишут игры и у них эти игры очень хорошо как бы просматривают да у них сейчас монетизация по-другому как-то определяется и она определяется именно просмотрами то есть это не идет они идут короче не важно вот но тут же про что тут же не про то что из него стул выбить и сказать пошли со мной заниматься а потихонечку там например венгру слушай групп нет ты это мне так хочется с тобой прогуляться поболтать давай вот мы собираемся ну это действительно так мы собираемся на поляну поехать там на несколько дней там полетать на этих зип-лайнах или как они там правильно называться называются мы там беседку сняли чтобы погулять что без телефона без этого поболтать ты как готова я с удовольствием это не каждый день да это разово но он разово видит потом я мгра мы вот туда вот поедем поедешь на то есть мелкий то понятно он везде за мной как хвостик бегает еще ему 11 лет и он он в телефоне практически не сидит то есть ну вот он уезжал на месяц у него телефона нет насколько но наверное больше чем полгода и он ему особо не нужен то есть это еще не тот возраст по крайней мере у моего а старший он как бы с удовольствием он с удовольствием с нами ездит не потому что я его вытаскиваю а потому что ему со мной интересно а потому что ему интересно с нами у нас так как ему постоянно смеемся постоянно где-то хохочем к стен на легкой то есть мы не убиваемся за что-то у нас нет этого жизнь она настолько прекрасно в своем течение тотальном течение там нет хорошо или плохо и ты можешь быть на этой легкости вот и когда он видит эту легкость ему тоже это по кайфу и он с удовольствием со мной ездит это не бывает не так часто но он прекрасно знает то есть тут же еще нужно понимание а что ты ему хочешь дать чтобы ему было легко в этой жизни не запретить ведь что-то но к примеру я ему хочу показать что вот самые элементарные банальные вещи до которые происходят в наше время то есть чтобы чтобы он мог передвигаться спокойно везде в первую очередь что он не нужно делать ему как но то мое видение до чтобы там сынок чтобы ты не брал никакие кредиты то есть ты должен жить так насколько ты готов жить насколько ты можешь заработать насколько ты можешь себя обеспечить пусть это будет там не какая-то вот такая машина а вот такая машина, не такая квартира, а вот такая квартира, вот, жилье какое-то, может быть даже съемное, но это должно быть без обязательств, то есть это не в долг, чтобы ты не в долг жил, чтобы ты наслаждался здесь и сейчас, чтобы ты не думал, как я завтра, а как вот это вот у меня пойдет, а как вот то вот у меня пойдет, чтобы вот этих моментов не было, то есть, и чтобы вот этот показать, чтобы его зацепить, то есть я, он знает, что у нас нет, у меня нет кредитных обязательств, да, каких-то, вот, и он понимает, что мы этим не ограничены, это первый из моментов, который я хочу показать ему, как взрослому человеку, потом еще что, то есть вы должны понимать, что вы хотите показать ребенку, как вы хотите его сделать спокойным, свободным и легким, через что, через какие пункты, через те пункты, что он должен постоянно там не сидеть в компьютере и что-то еще, ну сейчас все, вся монетизация идет через компьютер, он у меня нашел свою стезю, и он через компьютер идет через эту монетизацию, и это его путь, это не говорит о том, что я ему сейчас должна обязательно говорить, иди рельсы клади, вот, но он у меня, например, очень хорошо и очень любит, например, стругать по дереву, то есть он такие замечательные работы делает по дереву, он красиво рисует, рисует, любит рисовать карандашами, то есть там вот эти вот простые карандаши, мягкие пусть, вот, он великолепно рисует, и если у него там, ну, к примеру, там отключают, отключают свет или нет возможности быть при компьютере, он начинает что-то делать руками, потому что он и это нравится ему, и он эту видит жизнь, но это же опять через вас, через легкость, что вы, вы поймите, что вам важно, чтобы ребенок к легкости пришел через что, какие первичные, какие первичные моменты с ним нужно проговорить, это не нужно на него просто обрушивать, что вот, вот он должен вот это вот сидеть, целыми днями сидеть за компьютером и есть, а что он делает за компьютером, вы к нему залезьте, скажи, что ты делаешь? ты просто играешь, либо ты как-то монетизируешь, либо ты как, ты просто, ты играешь, потому что тебе неинтересно в этом мире, почему тебе неинтересно в этом мире, или ты играешь, потому что там вот что-то такое, потому что там какая-то у тебя дальнейшая там работа, связанная с этим, там еще что-то, узнаете, что он там делает, А то, что он сидит и целыми днями ест всякую вредную еду, но это уже от вас зависит, а что у вас в холодильнике, а что вы ему покупаете, то есть он же еще не столько может купить. Понятно, когда они идут там из колледжа, со школы, они идут своей группкой, да, вот, и они могут зайти и поесть, но это же один раз в день, но скажите ему, скажите ему, ну, например, там, вот, давай это будет там не один раз в день, давай это будет там раз в день, но как-то нужно разговаривать с ними. Я же не знаю тонкостей ваших отношений, но в любом случае это можно все понять, почему туда ребенок прячется. Это же не образ жизни, это же прятание в первую очередь от вас. Почему он с вами не хочет это обсудить? Почему он с вами не хочет это обговорить? И это очень важно. Это очень важно на этих этапах, это все понять, почему вы неинтересны стали ему в его жизни, почему вы не авторитет, почему вы не тот человек, с которым ему легко. Почему вы такой тяжелый, почему вы тяжелая, это такая. Для себя же вы тяжелая в первую очередь. Вот вы сидите, вот он, что ему, вот он сидит целыми сутками в компьютере, а вы что сделали, чтобы ему захотелось с вами поболтать? Света, как избавиться от долгов и кредитов, выход какой? Ну, глусин, ну не знаю, ну иди на марафон по деньгам, мы там будем это все обсуждать. Как избавиться от долгов? Закрыть долги. Ты же в них залезла. Мы же залезаем в долги не потому, что нам нужны деньги, а потому, что у нас мировосприятие такое долговое, мировосприятие. Долги – это что? Это чаще всего, когда мы хотим соответствовать чему-то. Соответствовать чему-то, даже хорошести. Даже когда мы берем в долг на какие-либо операции, операция – это же экстренная помощь, мы же к ней шли не сразу. Это редко бывает. Редко бывает. Ну, то есть это можно все разобрать, ребят. Вот правда, можно каждый момент разобрать. И когда неожиданно попадают в аварию, и когда идут к определенным моментам, когда идут к операции несколько лет, и когда ты просто идешь там, берешь какие-то денежные средства для обучения ребенка, например, для улучшения жилищных условий, для какого-то там, берут в кредит машину, мотивируют тем, но это для работы мне надо. Ребят, не надо мне вот этого для работы. Я помню, что когда я начинала работать в недвижимости, это было сколько лет назад? Это было 16 лет назад. 15. 15 лет назад. Почти 16, можно сказать. И я жила тогда еще в Екатеринбурге, и у меня не было денег на проезд. Не было. И если кто-то знает Екатеринбург, я жила в Парковом районе, это центр, и у меня был показ на старой сортировке. И я же должна была выглядеть презентабельно. У меня был чемоданчик. Такой, ну как он, дипломат, порфель, как он называется, не знаю. У меня там была обувь. Помимо там вот такого тоненького договорчика была обувь. И я знала, что мне нужно дойти от своего дома до туда 2,5 часа. И я пешком шла туда, один раз одному клиенту показать квартиру. 2,5 часа туда шла, показывала, в подъезде переодевала обувь, показывала. Вся такая улыбчивая, а у самой уже ноги до жопы были стерты. И потом обратно шла домой. Обратно шла домой, я практически бежала, потому что у меня ребенок был на груди еще. То есть у меня уже все, у меня уже все мокро было, все бежало. И мне нужно было быстрее его накормить, потому что он же голодный был, сидел с папой. Раньше этих сцеживалок как таковых не было. Но у нас не было денег, чтобы купить какие-то сцеживалки. Поэтому вот так вот я работала. И поэтому, когда мне говорят, но это нужно для работы, это вы себя так оправдываете. Вам комфортнее так будет? Да, это комфортнее. Но пока вы не пройдете все вот эти вот какашки свои, вы вообще не выйдете ни на какой уровень. Может быть, поэтому я и вышла в свое время на какой-то определенный уровень, потому что я каждую крупинку, каждую мелочь, каждую минутку, я знала стоимость этого всего. И это абсолютно другая ценность была. Это не про деньги, это про ценность меня, сколько я себя растеряла на этом пути. Как я себя собирала на этом пути. Ты из позитивного объясняешь. Я понял. Нет, я целостно. Я о том же, о чем и ты. Все, отлично. Света, ты вообще на странные вопросы сегодня отвечаешь. Здорово. О, Светик, привет. Привет. Так через боль человек пойдет меняться. Будет есть херню, тело болеть начнет. А через это пойдет в развитие. Весь сценарий мы придумали сами же. И это про ответственность. Взять ответственность за все. Эльза польза, да, если правильно. Смотрите. Именно поэтому я в своих ретритах показываю, рассказываю в прямых эфирах, в марафонах. Я, ребят, хочу вам донести, что можно пройти не через боль, не через трудности, а через осознание прекрасного, что есть все у нас уже. Просто нужно взять. Это через боль мы идем, потому что нам так рассказали, да. Нам рассказали, что богатые воры, без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Там на двух стульях не усидишь. Вот это вот все. Вот нам постоянно это в детстве вдалбливали, да. И для нас это настолько, мы не можем радоваться. Вы посмотрите, мы же даже радость от себя убираем. Почему? Потому что у нас что? После черной полосы белая, после белой полосы черная. То есть мы переживать можем, мы можем переживать. Мы страдания, мы их не можем отпустить, потому что мы понимаем, что чем сильнее страдания, чем ярче потом будет вот это вот счастье. Но в счастье мы перейти не можем, потому что как только мы переходим в счастье, мы уже сразу же… Мы не можем быть счастливыми, потому что нас сразу же сковывает то, что после счастья обязательно будет какое-нибудь горе. Поэтому счастью мы радоваться не умеем. Мы все время ждем горе. То есть мы в горе проживаем его тотально, до каждой капельки смакуя, каждый кусочек горя. Потому что мы думаем, что после горя мы сейчас насладимся вот этим вот счастьем. А как только счастье приходит, мы насладиться им не можем, потому что после счастья это горе. Не смейся, плакать потом будешь. Помнишь здесь же всю эту поговорку? Ты чего это рассмирялась? Завтра плакать будешь. Вот и пожалуйста. Поэтому мы не можем через счастье. А счастье, оно ведь ты, каждый из вас соткан из счастья. Где вы взяли горе? Его же не существует. Вы же искусственно себе создаете горе, слезы. Вы не можете принять естественный процесс чего-либо. Вы в каждом моменте находите либо счастье, либо горе. А это просто тотальная жизнь. Нету горя. Его не существует. Никакого ни горя, ни разочарования. Вы же только на фоне горя можете познать счастье. А это не нужно познавать на фоне чего-то счастья. Нужно просто познать тотальную жизнь. А это глубина. Это не про счастье. Это про глубину осознания. Это про глубину твоего течения. Про плотность самого себя. Ребенок развивается методом копирования. Он же ваше зеркало. Да ребенок не зеркало, он не отражает. Он есть я. Он даже не отражает. Он и есть я. Вообще до 24 лет это единое поле. Да, оно этапами как бы становится все тоньше, тоньше, тоньше. Но до 12 лет вы вообще в едином поле. Вот до 12 лет, вот что вы вложили до 12 лет, как вы себя вели, это вот прямо копирка ваша. После 12 начинаются какие-то ломки. Но я сейчас не полезу в эту тему, да, прям глубоко. Но не надо там ломать. Понаблюдайте, что вы вложили до 12 лет и что сейчас начинает взращиваться. Понаблюдайте, как вы себя ощущаете, когда он сидит в засранной комнате. Вот у меня сын, например, старший. К нему заходишь, он у нас, во-первых, сломал вот все стулья, которые были уличные, пластиковые. Знаете, вот этот вот стол с пластиковыми стульями. Мы же дом снимаем, и у нас у хозяев вот эти вот пластиковые стулья. Четыре было, ребят, четыре стула. Он все четыре стула сломал. Ну, как бы... И это в процессе наблюдения же. То есть, ну, что я ему скажу? Ну, как-то наругаю. Наругаю, это ведь я не его, а себя. С ним можно только поговорить. Мы с ним поговорили, договорились вот до этого. То есть, он понимает, что если мы сломали вот эти стулья, нам нужно что-то купить. Это нормально, потому что мы же сюда приехали, мы же сломали. И это нормально, что нужно тогда что-то купить. Там скамеечки, какие-то гамаки, там еще что-то. Уже более облагородить что-то. Потому что мы уже дальше, это же мы для себя делаем. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. То есть, это не пластиковый стул на пластиковый стул, а уже что-то лучше, что-то больше. Как благодарность. Как благодарность за то, что ты этим воспользовался. И это всегда так. И вот к нему в комнату заходишь, а там, тут у него мусорное ведро стоит, тут у него от чипсов какие-то штуки, тут еще что-то. Но это его пространство, пока он не научится воспринимать свое пространство, даже помойку, что это его помойка, пока ты лезешь к нему, пока я лезу к нему и начинаю ему говорить, что вот, ты что здесь в таком говне живешь, в такой помойке, ты что там не можешь прибраться. Это всегда говорит про то, что я не позволяю ему инжир падает, я под инжиром сижу, он, знаете, он, говорят, плачет или капает, он все время молочко капает, я здесь сижу, все потеряюсь, еще инжир падает. Это я ему всегда говорю о том, что я не позволяю, чтобы у тебя было свое пространство. Как он станет мужчиной, как он станет для женщины опорой, когда он не поймет, что у него есть пространство, пусть даже помойка, но это его помойка должна быть. Вот он сломал стул, он там сломал стулья, сломал стол, там еще что-то, это его сломанная мебель, это его пространство сломанное и засранное. Когда он это прочувствует, что у него есть его пространство, пусть помойшное, он начнет там и прибираться, и вылизывать, и ремонтировать, и все начнет. Но только после того, как он поймет, что это его пространство. Пока мы, родители, лезем туда и начинаем говорить, что приберись, это убери, это вот это вот сделай, это вот то. Он никогда это не ощутить, он не осознает. Когда у него нет его пространства, он не захочет там ничего делать. Сначала он должен понять, что это помойка его, а потом уже все остальное. Спасибо за сердечки. Так, Светлана, привет, рада видеть тебя очень. Вроде об алкоголе тема должна быть, или я ошиблась? О, ребят, а я забыла, вы же не написали ничего, я забыла. Блин, давайте я себе запишу, и мы с вами... Сегодня что, четверг у нас, да? А мы с вами во вторник сделаем тему пространства. Я вообще выехала. Ну, вот видите, как я. Вот можно через осознание, а это берут единицы. Обычно люди в автоматическом режиме, а это через боль. Когда осознаешь себя Богом, тогда жизнь в кайф, в интересе всем, и движешься всегда. Ну, можно хоть как осознать, ребят. Ну, блин, если бы... Если бы в мое время было столько роликов, столько ребят, которые бы рассказывали свои мысли, показывали свою жизнь, что-то обсуждали, мне было бы проще. Правда, я бы не 10 лет вот к этим состояниям шла. Но на самом деле не 10 лет я шла к этим состояниям. Сейчас пишу книгу, вы же знаете, да? Я две сразу же пишу. Первое, это как раз, как такая... Больше чем... Больше об автономии, да? Как, что входить, как выходить, какие травки, какие не травки, что они делают в вашем теле, как они реагируют, как вы реагируете, что происходит. То есть вот это вот всё, а вторая, как моя автобиография. Потому что мне многие пишут, а, ну вот перестаешь есть и пить, и тебя сразу же выбрасывает. И так, кстати, многие об этом говорят. Нифига, ребят, перестаешь есть и пить, когда приходит осознание, что это неинтересно в твоей жизни. Это банальщина. Это не те процессы. И когда я... Вот сейчас я пишу эту книгу, чтобы вы поняли, что я только... Что я уже в два года осознала выход из тела. И это же... Это очень круто, что меня всё-таки... Мои ребята... Ребята и Алтай спровоцировали на эту книгу. Потому что, когда я начала вот это вспоминать, она просто из меня льётся. Я не знала, что это так легко будет. Это как будто бы сам себе ещё раз проговариваешь. И вот эти вот состояния, ты их всё вспоминаешь. Реально вспоминаешь, что было в восемь месяцев. И очень хорошо это помню. В восемь месяцев, что со мной было. В два года. Как это происходило? Когда я увидела первый раз выход из тела? Когда я увидела первый раз энергии? Как они? Световые и цветовые энергии. Как оно происходило на детском восприятии? Как я сейчас это интерпретирую со своей колокольни? И это... Это клёво. Это прям вообще настолько, когда ты это всё понимаешь. И это, блин, не потому что кто-то перестал есть и пить. Это вся жизнь к этому подводила. Просто мы очень многие моменты... Почему я это пишу? Не чтобы... Наверное, не только, чтобы вы познакомились со мной и узнали, как у меня был путь, но и начинали вспоминать себя. Вы будете, читая эту книгу, вспоминать себя с внутриутробного состояния. Понимаете о чём? В этой книге будет... Она будет энергетически вшито. Вас по-другому не будет. Вы будете, читая, вспоминать себя. Вас она перевернёт. Вас она перевернёт. Вытащит. И вы поймёте, что это не сейчас произошло со мной и сознанием, с вами, с каждым из вас. А что это был путь с явления суда. И когда вы начнёте это вспоминать, это будут вообще другие процессы. Это будет вообще про другое. Вы поймёте, что насколько вы глобальны были всегда. И как вас всё время закрывали. И это уже просто... Когда вы начнёте это, вас уже будет не остановить. Кто вас остановит? Вы мощь такая. Как научить детей быть благодарны? Вот, чтобы в школе урок благодарности вели. А благодарность за что? Благо дарить. Ты можешь благо дарить только туда, где его нет. Где оно есть, тебе не надо благо дарить. Оно уже там есть. Почему вы своего ребёнка, почему вы себя запихиваете в дефицитарность? Что вам нужно обязательно дарить благо. Потому что его там нет. А я живу в изобильном благе. Мне не надо не дарить это благо. Оно уже... Оно из каждой щели льётся. Куда я его ещё запихну? Я вообще... Я сплошное благо. Я живу в благе. Куда? Куда это... Куда его запихнуть? Почему вы дефицитарность? Вы даже не понимаете, откуда вы вытаскиваете. Вы из каждой... Вы в каждой луже видите дефицитарность. И вы думаете, ой, вот это вот нужно благодарить. Вот это вот нужно... Там... Ещё что-то. Вот это нужно... Это же всё дефицит. В профицит идите. Вот об этом вопрос был. Ты сейчас объяснила то, что меня интересовало. Благодарю, поняла. Наверное, не поняла. Мои дочки тоже бардак бывают. Помните, сказала ей, что это бардак в голове у неё и в делах. И теперь убирается и замечает, что в голове всё порядочное. Ну, видите, вот к вашей дочери вот такой подход. Это здорово. Каждому же свой. А у неё вот так вот её триггернуло. Моего так, моему бесполезно. Я тоже помню вкус маминого молока. И на зачатие своё вышло. Ты пишешь состояние. И тогда это состояние читающий почувствует и вспомнит. Класс. Да. Ой, Серёженька, привет, мы золотые. С алкоголем всё просто. Чтобы избавиться от порока, его нужно удовлетворить. Значит, нужно напиться до упада, получить отвращение, бросить пить. Ой, Серёженька. Ты бы видел, сколько я таких людей видела. Я же в клинике работала с алкозависимыми, с наркозависимыми, с суицидниками. И ты знаешь, годами люди пьют, на камеру их снимают, плохо им откачивают. И если в голове это не поменяется, то напиться до упаду как-то не помогает. Так, насчёт благодарности, спасибо, Светлана. Да. Да, ребятки, если есть вопросы, ещё задавайте. Если нет, то... То мы пойдём купаться. Моречко пойдём сегодня. Кто с нами? Ну, а другой бардак в комнате. И не триггерит пока ничего, наблюдая, как у неё всё валится. Ну, вот и наблюдайте. Позвольте ей быть в своём пространстве. В своём бардаке, в своей помойке. Это её. Пока она это не осознает, она не будет в вашем пространстве, она не будет прибираться. А чтобы осознать своё, и вот прямо нужно... Вот заходить в комнату будет, наверное, страшно. Думаешь, Господи, там подскользнёшься на арбузной корке. Но это его арбузная корка. В его пространстве он должен это прочувствовать. Я стараюсь туда вообще по минимуму заходить. Потому что там он должен прочувствовать это пространство, чтобы начать за ним ухаживать. Сергей, поддерживаю. Приятного купания. Благодарю тебе. Да, благодарю, ребятки. Спасибо. Очень приятно за сердечки. Ребят, я постараюсь... Я постараюсь вспомнить, что следующие эфир мы собирались делать про алкоголь. Это правда крутая тема. Напишите мне куда-нибудь в личку. Напишите администратору. Напишите администратору в школе автономии, чтобы он себе сделал пометку. Андрею напишите, чтобы он сделал себе пометку, что следующий эфир про алкоголь. Вот. И он сразу же выставит плашку с темой. И когда он выставит плашку с темой, я уже точно не забуду. А в моей кухне, если они бардак устраивают? Ох, какая важность, да? Тут наше, тут не наше. А что такое мое? У меня вот нет моей кухни. У меня вообще нет ничего моего. Мне так спокойно от этого. Если это твоя кухня, то тогда и убирайся в своей кухне. И за ними убирайся. Либо не пускай никого. Вставай в проеме и скажи, это моя кухня, не заходите. Либо убирайся, бери ответственность за свою кухню. Просто любая игра завершается через благодарность. Игра в боль и так далее. Происходит осознание, зачем мне это? И тогда осознанно меняешь игру в счастье. Пока у тебя есть игра счастья, благодарности, боли, ты из этой игры не вышла никуда. Ты будешь играться бесконечно. Ты все время будешь находить во что тебе еще, что тебе еще переиграть. Что тебе еще с одной части весов на другую. И ты все время будешь с одной на другую перекидывать. И все. Это вся твоя игра. Ты не выйдешь за рамки. За рамки хорошего и плохого. За рамки того, что нужно проиграть, что нужно поблагодарить. Игру меняешь в счастье. Вы же многие даже не понимают, что это такое счастье. Вы же понимаете, счастье на фоне горя. По-другому нет у вас. А ведь нет счастья и нет горя. Счастья-то тоже нет. Есть просто тотальная благость. Это вы как будто бы проваливаетесь. Садитесь вот в эти мягкие подушки. Это просто тотальная благость. Это не про счастье. Счастье-то мы придумали, что такое. Это эмоция. Если вы заглянете, со мной очень многие спорят. Это не эмоция, это чувство. Я могу описать. Я не спорю. Пусть для вас это будет так. Просто когда вы к этому придете, вы только тогда это осознаете. Это невозможно передать словами. Но когда вы это начинаете чувствовать, вы понимаете этот контраст. Это уже про другое. Тут нет вот этого счастья, горя. Это уже просто вот такое. И всё. И ты становишься пространством. Тогда начинает быть всё в тебе. Не по-другому. Не ты что-то контролируешь. Не ты что-то доказываешь, рассказываешь, выводишь. А ты становишься уже... Вот всё в тебе. Тебе даже наблюдать на... У нас будет тема... Как она называется-то? У нас с вами есть канал про светление, да? Я там какую-то тему сказала, забыла. Вот эта тема как раз вот этого касается. Забыла, как она правильно называется. Ребят, посмотрите. Там уже выставили. По-моему, я на завтра её запланировала. Не помню. Но напомнит администратор. Посмотрите. И там мы про это поговорим. Это не про счастье. Это не про горе. Это гораздо глубже. Счастье. Счастье. Это про я есть. А кто ты-то? Куда есть-то? Кто есть? Пока тот, кто есть, не растворится, ничего быть не может. Ты так и будешь всегда искать, кто я. Почему многие найти не могут, кто я? Да, потому что никто. Светлана, когда следующий эфир про деньги? Или как записаться на консультацию? А про деньги у нас будет марафон. И там по набиранию определённого количества человек марафон запускается. Я не знаю, не отслеживала, сколько сейчас человек. Но это можно, опять же, в чат школы автономии написать. Если что, там там выложат информацию. А записаться на консультацию точно так же. Как только растворится, вот мне подсказывают, как только растворится живущий, начнётся жизнь. Что-то такое у меня было. В общем, посмотрите, кому интересно будет эфир. А на консультацию либо в личку пишите мне. Мы с вами, я вам скажу, как и что. Либо точно так же в школу автономии в топлинке там есть кнопочка записаться на консультацию. Это не эмоции, не чувства, а состояние. Как ребёнок, ему же всё интересно, играю свой интерес с кайфом. Я создатель, получается. но смотри, чтобы играть с интересом, ты должен этот интерес прочувствовать. А если интереса нет, в определённом состоянии у тебя происходит, что у тебя нет интереса. И что тогда будет? Ты его будешь искусственно доставать или умирать. Это не про интерес. Интерес – это тоже на определённом уровне. А потом идите дальше, идите глубже. Вы застряли. Вы застряли в общепринятых интерпретациях. Поэтому вы двинуться не можете. Поэтому вы начинаете в себе вытаскивать знакомые эмоции, и знакомые чувствования какие-то поверхностные. Потому что в глубину-то вы не идёте. Вы знаете, как вот это вот расшифровывается слово. И вы идёте за словом. Вы идёте за словом, а не за чувствованием, на котором было создано слово. Ну, всё, ребят. Почти час мы с вами болтаем. Я вас обнимаю. Всех крепко-крепко. А мы пошли с детьми купаться. И с собакой. Собаку выкупаем. Интереса нет. Завис. Это раздутая. Мыльный пузырь. А когда с кайфом посуду моешь, да, во всём видишь интерес. Интерес. Это про другое. Интерес – это тоже искусственно выращенное состояние самого себя. чтобы мы шли за этим интересом. А если интереса нет, куда вы за этим пойдёте? Что вы будете делать? Уходите от интереса. Это, опять же, поверхность. Всё. Обняла. Всем приятных, приятных. У кого день, у кого ночь, у кого что. В общем, всем, чтобы было. Всех благ. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok